Так, это наверное будет вторая часть, далее мы начинаем, ладно нажимаем, создаем кубик, выбираем, выходим из этой камеры, так, переводим его сразу в режим, нет, не переводим, сначала уменьшим, давайте перейдем вид справа, так, где у нас, вот он у нас кубик, сразу переводим тогда в режим редактирования, так. Выбираем точки, убираем здесь прямоугольные выделения, нажимаем на прямоугольное выделение еще раз, снимаем галочку, если у вас стоит, выделить только видимые точки. Выделяем их, эти точки, и уменьшаем, так, инструменты масштабирования, да, уменьшаем, в принципе сойдет, что не так, да, нормально, вот тебе и слиток готов, а нет, не готов, назад, я кое-что напутал, нам нужно только с одной стороны уменьшить, для этого нужно, так, значит, все точки правильно выделены, но тянем за синий ползунок, раз, вот так, и все, теперь у нас, теперь у нас более-менее похоже, далее, сейчас опустим немножечко, вот и все, далее нажимаем на линии, на грани, два раза кликаем, нет, не получается два раза кликать, ладно, давайте тогда один раз, через shift все это выделяем в верхней грани, нажимаем правую кнопку мышки, и здесь у нас фаска, тянем ее вот так вот, правую сторону, да, и все отлично, разбивку увеличиваем здесь, наверное, на три, вот мы и сгладили, собственно, но что-то как будто мы, я что-то не то все равно сделал, не пойму что, наверное, давайте, знаете, еще раз в грани вернемся, выделим вот эти тоже боковые грани, да, скорее всего, их тоже надо выделить лучше, тоже фаску выбираем, вот, это другое дело, отлично, все, вот у нас слиток готов, так, эти сферы тоже, аль-джи, сферы, пишем сферы, куб, куб наш, пишем слиток, ладно, не будем писать слиток, кладем его на поверхность, ставим, вернее, не суть важна, двигаем, хотя нет, не будем пока двигать, давайте будем его копировать, нажимаем с контролом и шифтом зажатым, сюда в сторону переводим, так, они у нас пересекаются, поэтому, поэтому не будем шифтом, просто вот так копируем, это тоже копируем, наверх ставим, вот так вот, теперь, теперь, что мы делаем далее, мы нижние два копируем, вот так вот, и верхний, сюда, и сюда, так, по центру желательно, ну, в принципе, так, еще, мне кажется, наверх надо один, поставить сюда, и вот сюда, отлично, ой, что-то не подвинул, так, сколько там их, нормально, еще один сейчас сверху поставим, и будет все, чики-пуки, и все, теперь их все выделяем, нажимаем Alt Gym, пишем, слитки, смотрим, как они у нас по размеру здесь подходят, конечно, крупноватый, крупноватый, я хочу сказать, уменьшаем, ставим на поверхность, в этом режиме, лучше будет видно, как, куда ставить, так, здесь, крутанем их, немножечко вбок, хотя там и не надо крутить-то особо их, посмотрим, в общем, по отражению, как у нас будет, да, в принципе, в принципе, нормально, самое главное, только чтобы у нас там ничего не пересекалось, да, ничего не пересекается, следующие слитки мы ставим вон туда, вот эти уж точно надо крутануть, вот таким вот образом, так, здесь быстрое затемнение поставим, хотя не, не будем опять что-то скорее, как-то выглядит все, так, ну все отлично, вот мы примерно все и расставили, да, все точки, по-моему, больше нам ничего, а, пропеллер-то мы забыли, очень примитивно все это делается, пропеллер, я не стал тоже заморачиваться, берем простой цилиндр, вот он у нас здесь, вытягиваем его, так, сейчас мы его сюда поместим, так, давайте вот так вот его чапонько сожмем, и по высоте вроде нормальной, далее, давайте переводим в режим редактирования, так, нет, стоп, не надо пока никуда переводить, сначала посмотрим, сколько у него сегментов, по высоте, по высоте, я что-то ни одного вообще не вижу, подожди, а где сегменты-то, я что-то не въезжаю, это он, какие верхние что-ли считают, да, от верхней, так, а нам вот, нам нужны по высоте, вот один, у нас тут один, а нам нужно два, да, да, нам нужно два сегмента, кликаем на два, теперь можно ее переводить в режим редактирования, выбираем снова вот это тут, прямоугольное выделение, в точки переходим, да, в точки, наверное, снимаем здесь галочку, выделяем эти точки, вот так вот просто сжимаем, вот и все, это в принципе, екарда, я забыл кое-что, это очень просто, давайте удалим цилиндр, мы не цилиндр, нам нужно было этот, капсулу, о, капсулу, я не цилиндр, извините, перепутал, все, теперь капсулу, мы значит, все то же самое проделываем, с ней уменьшаем, вот так вот, вот в чем фишка-то, забыл, что думаю не то, а, и, количество сегментов также уменьшаем до двух, переводим в режим редактирования, дальше уже все сами знаете, раз, вот так вот, и фигас, все нормально, отлично, так, что произошло, все, все ничего, все в порядке, теперь нам нужно лишь ее поместить, вот сюда, уменьшаем ее, какого она размера, это примерно, вот такого сойдет, прям угадал, ставим вот так, нажимаем, control, shift, переворачиваем ее, выделяем две капсулы, и чуть-чуть крутим, так, вот так вот, раз, и все, дальше, все очень примитивно, как вы видите, тут все, ничего, вообще не заморачивался, создаем сферу, и ставим ее по центру нашей, нашей капсулы, наших винтов, сегмент увеличим сразу, чтобы было более все гладко, так, вот так вот, вытащим ее сюда, эту сферу, и увеличим, таким вот образом, далее, создаем уж точно теперь цилиндр, кидаем его снова, вот сюда, вертим на 90 градусов, уменьшаем по толщине, и по всем параметрам, короче говоря, по высоте, как вы видите, далее, в центр ставим тоже нашей сферы, сейчас его, вот так, если бы сойдет, по толщине уменьшаем, вставлям, делаем сюда, может быть, чуть-чуть его поменьше, и пропеллер со сферой, соответственно, подвинем, далее, с зажатым контролем, копируем, уменьшаем, это у нас второй создается, и третий мы копируем, его уж совсем надо увеличить, вот так вот, отлично, можно даже чуть-чуть крутануть, хотя это нифига, вообще незачем, просто получше, вот и все, вот тебе и готово, то есть, я говорю, не заморачиваться, далее, вот эти все объекты, мы нажимаем Alt-G, и пишем, что это винт, да, вентиль, точнее даже, вентиль, все, в принципе, все, по-моему, готово, сейчас пробегусь, посмотрю, да, все готово, теперь осталось наложить материал, кликаем два раза, по созданию материалов, первый материал у нас будет, так, давайте, золото, сам текст, значит, в цвете мы, я выставлю параметр, 247, так, 190 и 84, это обычный желтый цвет, почему я выставил параметры, еще объясню, потому что, потому что, не хочу, как объяснить-то, в общем, я буду придерживаться своих предыдущих параметров, предыдущие, вот этой вот, предыдущего цвета, окей, жмем, в отражении мы ставим добавить, отражение старый, 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 что нам засунуть в старый нужно, так, давайте, зернистость, то есть, это размытие, как бы, выставляем на 3%, цвет слоя выбираем френель, значит, текстура, текстура, интенсивность, мы ставим на 45%, и, 9% интенсивность смеси, что вообще это такое, зависит от чего, ну, как объяснить-то, в общем, это отражение, которое, я так понимаю, по бокам, да, интенсивность, а это, это общее отражение, так, ладно, не важно, 45, вставляем, далее, все, мы закрываем, нам это не нужно, кидаем на текст, где у нас, вот он, текст, кидаем на текст, материал, применился, через control копируем материал, кликаем по новому материалу два раза, в отражении выберем, так, цвет, значит, сразу меняем на черный полностью, по нулям тут все должно стоять, ничего не будет, ладно, 0, отражение, в отражении мы ставим 10% зернистости, здесь, значит, интенсивность 5%, а здесь 30, да, вот такие параметры, в принципе, я и использовал, наверное, далее, все, мы это закрываем, кидаем на, на свип, вот у нас применился, на вентиль, на вентиль, давайте копируем этот желтый материальчик, сразу сюда, кликаем по нему, а, и давайте сразу подпишем, чтобы не запуталось, два раза кликаем, давайте это, допустим, ну это текст, допустим, слово, слово само, а это, вот тут можно написать еще, контур, кон, тур, контур, все, это у нас, давай два раза нажмем на него, вентиль, ну все, цвет, цвет, как цвет, будем ли мы менять цвет, ну, если только нет, нет, не будем менять, отражение мы, так, по размытости, подумаем, подумаем, нет, мы не будем, так, вот, вентиль мы не будем размытость, делать ему никакую, так, а здесь мы, пожалуй, оставим, стопроцентную интенсивность смеси, смеси, тридцать процентов, двадцать девять, не суть важно, процентов, интенсивности, простой, открываем, далее, что мы выставляем, далее, слитки, копируем снова материал, со слитками чуть сложнее, мы сейчас будем применять текстурку, здесь меняем цвет на 255, 190, далее, 182, и 84, да, все правильно, в диффузию, диффузию, мы подгружаем текстуру, золото, я ее скину, наверное, в описании, вот у нас подгрузилась текстурка, значит, да, здесь у нас, в уровне мы выставим 51%, так точно, прям 50%, значит, 50% в уровне выставим, в сам свечение мы поставим тоже 50%, но здесь, пожалуй, мы сейчас посмотрим, так, здесь нам нужно подобрать цвет нужный, давайте 200, давайте так, 244, 183, и, сколько еще там, вот сюда, короче, ну-ка, если 82, да, сойдет, вот такой нам цвет как раз таки нужен, все, 50% в самосвечении, поярче смотрелось, в отражении, в отражении, что мы будем делать с отражением, ведем, нажимаем на слой, слой 1, вот он у нас, слой 1, есть, зернистость, 10%, и в отражении, тут в интенсивности, в принципе, все то же самое оставляем, дальше, создаем новый слой, добавить, ggx, ggx, дальше, что тут, что тут мы должны им изменять, зернистость, 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 ну давайте тоже, от 10-11% где-нибудь, интенсивность, так, наверное, 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 так 70% сойдет, в, значит так, в рельеф, мы подгрузим текстуру золота, также, далее, идем в маску слоя, здесь мы подгрузим шум, нажимаем на шум, здесь выберем, вот здесь вот, пузырчатая турбулентность, отлично, в настройках, глобальный масштаб, выберем 40, наверное, может быть, давайте посмотрим, сколько это будет, так, где-нибудь оставим, дальше, отсечение снизу, мы выставляем, давайте, на 17%, ну и, в принципе, все, скорее всего, это все, да, общее, так, отлично, и сейчас проверим, все ли я тут сделал, да, я, в принципе, все сделал, отлично, с золотом разобрались, это у нас, слитки, таким вот образом, мы написали, а, подожди, может, он был подписан, ничего не заметил, ладно, все, давайте кинем сразу на слитки, наш материал, где у нас эти слитки, вот они, это вентиль, вентиль на вентиль, соответственно, нет, мы, кстати, создали для, только для вот этих вот, капсул, поэтому кидаем только на них, сюда, и вот сюда, зажатым контролом, отлично, на слитки у нас отдельная тема, мы кидаем сюда, и вот сюда, все, дальше, 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 слитки, дальше, на сферы мы кинем, голдовые, голдовые, голдовую текстурку, материалы, на пружин, та же система, пущая у нас будет, так, что делаем с этим, так, знаете, я, наверное, копирую эти текстуры, вот они новые, создаем новый материал, нажимаем цилиндр, я его пометил, как цилиндр, здесь, значит, в цвете выставляем, слегка, светло-желтый оттенок, нужны координаты, если вам нужны, отражения, выбираем слой, добавляем один слой, новый, вот он у нас, и здесь зернистость, и ставим 10%, интенсивность 70%, и давайте его кинем, пожалуй, вот на этот, на этот цилиндр, вот с этим у нас, с этим, с этим у нас, мы кидаем, мы цвет, делаем более, такой, тускло-желтый, болотистый, болотный цвет, в отражении мы выставляем, 0% зернистости, френель, 20, вот здесь выбираем френель, 29 на 100, все, и кидаем на цилиндры, в принципе, все, сферу, сфера, ну на сферу, давайте черный этот материал, закинем, далее, так, ну, в принципе, все, два раза кликаем, создаем материал, цвет, цвет выбираем, нет, цвет не будем, выбираем здесь градиент, градиент, нажимаем на градиент, выбираем от, давайте, так, кликаем, еще разочек, улочки, нифига там ветер, извиняюсь, вышел, так, выбираем здесь, давайте, охристый, охристый, такой цвет, слабенький, еще более слабый, здесь фиолетоватый, розоватый, ну, а здесь голубоватый, синеватый, точнее, вот здесь, чутка, а, нет, все нормально, вот так, кликаем еще раз, сюда, давай, вот так, да, отлично, кидаем на фон, на фон мы кидаем, мы кинули на фон, все, так, далее, что нам остается, нам остается создать свет, 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 да, давайте, создаем, так, 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 так,